Всем привет! В этом видео уроке расскажу вам, как сделать плавающую камеру в программе Ada Flash Pro. И пример я сейчас вам приведу. Допустим, герой прыгает, происходит какое-то увеличение и слежение камерой. Вот это мы будем сейчас добиваться. Какие же плюсы у этого действия? Давайте посмотрим, что было бы, если бы у нас не было камеры. Герой просто бежит, прыгает и убегает. Это все очень будет скучно, особенно если вы анимируете драки, в которых постоянные экшен действия, какие-то удары, встряски, надо камерой, ну, вот как это, делаются рывки, падения какие-нибудь, там резкие движения, можно это все приправить интересной камере. Или у вас диалоги, они могут быть длинные, могут быть скучные, потому что водные диалоги, чтобы рассказать историю, могут быть не очень сильно интересны зрителям. А плавающая камера может помочь вам в этом. Или надо показать какой-нибудь фон. Теперь немножко теории. Допустим, вы можете сказать то, что плавающую камеру можно сделать и в программах таких, как Vegas или Premiere Pro. Но после того, как вы отрендерили, у вас изображение имеет, допустим, вот такой формат HD. На примере арбузов я вам сейчас цвет покажу. Так, и в программе вы можете резко так увеличить, там, по ключам, там, плавающую камеру сделать. Но при увеличении появляются вот такие жуткие пиксели, которые нам не очень нужны. А в векторной графике, которая предлагает Adaptflash, увеличение объектов, не приводит к каким-то изменениям графическим. Ну, все будет четко, как и было. Допустим, облака тоже. Они не меняют свои свойства, остаются такими же, только меняются пропорции, но не качество. Так что давайте посмотрим, как это все работает. Первое, что вам нужно сделать, это создать два слоя. На первом слое у нас обычная огранка. Вы выбираете красный цвет, прямоугольник без заливки. И обводите нашу сцену. То есть, после рендера, все, что находится вне сцены, у флеша пропадает. И мы эту обводку делаем, чтобы увидеть нашу сцену, даже если у нас сзади изображение слишком большое. Теперь, заднее изображение надо выделить и нажать кнопку F8. Не спешите сразу рисовать сзади весь фон. Вы можете нарисовать любую фигуру, нажать F8. И теперь ваш весь проект должен находиться в этом символе. Как только вы все нарисовали, сделали анимации, тут дофига всего сделали, короче. Вы выходите из него и можете сразу же заметить, в чем тут соль. Ну, начнем с того, что у вас на главной сцене, на которой не будет анимация движений и прочего ваших персонажей, они будут все здесь. На главной сцене у нас только один кадр. То есть, если вы здесь сделали какие-то анимации, какие-то движения, вы засекли то, что у вас здесь 130 кадров. То есть, главную сцену надо сразу же продлить на 30 кадров, иначе у вас рендер будет равняться одному кадру. Я думаю, понятно, да? Теперь, верхний слой с рамкой вы вообще не трогайте. Он потому что показывает нам, где у нас там границы сцены. Здесь вы должны сделать классическую анимацию движения. И благодаря ей вы сможете двигать ваш мовиклип, в котором находится весь ваш мультик. Ну, по крайней мере, какая-нибудь сцена. Допустим, ставите здесь. Если нет никакого движения, вы делаете один ключевой кадр и другой без движения. Если у вас есть какие-нибудь движения, вы можете сделать ключевой кадр, переместить нашу сцену. Не только вправо-влево, но еще и увеличить. И остановить, допустим, здесь вот так. Теперь, если мы нажмем пререндер, сначала у нас стоит сцена, потом увеличивается. И по кругу вот это делается анимация. То есть, вот такая гибкая система. Также вы можете нарисовать какой-нибудь город, так схематически. Я, наверное, даже чуть уменьшу его. Вот таких размеров. Скопирую. Вот так. Теперь повторяем те же наши действия. Здесь у нас город. Мы его выделяем. Нажимаем кнопку F8. И создали символ. Целый город. Сверху мы сделаем рамку. Так. Здесь мы делаем анимацию, допустим, не знаю, 200 кадров. Классическая анимация движения. И с того кадра двигаем в этот. Проверяем. Вот так город у нас движется. Если у вас какие-то там эффекты, если слабый компьютер, конечно, у вас могут быть лаги какие-нибудь. Теперь. Вы можете зайти сюда и сделать здесь какие-нибудь тоже анимации. Тоже на 200 кадров желательно. Не больше, не больше, не меньше. Допустим, вот здесь у нас город. Блокируем. А сзади будет слой, которым я нарисую. Вот такой я доброжелатель. И на город упадет метеорит. Так, вы можете его выделить, создать символ, чтобы применить какой-нибудь эффект. Вот так. Немножко раскаленный метеорит будет падать на наш город. Для этого мы его помещаем сначала на начало наших координат. Поместили вот сюда. Сначала несколько кадров, допустим, 50. Он будет стоять здесь, потому что ему не надо вообще двигаться. Дальше делаем классическую анимацию движения, при которой он будет падать. Так, он упал. Все. Погрузился в пучину, и он нам не нужен. Эту анимацию мы удаляем. Смотрим, что у нас вообще получается. Немножко город видно, и метеорит упал. Смотрим, на каком кадре он упал. Точнее, погрузился в город. Где-то 80 кадр. Поэтому в момент движения к 80 кадру, вот здесь, делаем ключевой кадр. В этот момент, можно сделать сильный рывок вниз камеры, потому что произошел мощный взрыв. Дальше камера возвращается на свое положение. Плюс к этому мы можем камеру сделать, чтобы она подвела к нам, ну, нам к этому, к эпицентру взрыва. Вот так вот. Смотрим. Произошел взрыв. И камера приближается. Немножко я ошибся с приближением. На дым не смотрите, я быстренько нарисовал, пока вы моргнули. Так, то есть у нас получается вот такая схема. Сначала камера у нас движется. Движется, движется. Потом встряска, возвращение в исходное положение и увеличение к месту взрыва. Смотрим, что у нас получилось. Вот такой у нас взрыв получился. Это, конечно, легенькая анимация. Я не стал делать более критичную встряску, потому что метеорит огромный. Разрушение зданий, я думаю, тоже тут нет смысла было делать. И гигантский там пожар, воронку, не знаю. У нас же добрые мультики, поэтому такой легкий взрыв. Так что вы можете потренироваться, сделать какую-нибудь панораму города из обычных прямоугольников. Сделайте просто, чтобы самолет пролетал мимо, или облака плывут, и панораму города, чтобы оживить ваш фон. Вот еще один пример применения камеры. Допустим, вот у вас вся сцена есть. Сейчас посмотрим, сколько она занимает. Видите, начало сцены у нас здесь находится. А все остальное пока находится вне сцены. И только камера позволит нам все увидеть. Смотрим предпросмотр. Вы видите, что камера трясется и перемещается вверх, где сходят лавины. Этот ракурс, конечно же, лучше, чем если бы мы сделали все одним кадром, одним дублем. Я не знаю, как правильно сказать. То есть плавающая камера вам очень сильно поможет в ваших мультфильмах. Также ждите новые видео уроки, в которых мы поговорим, как сделать такой вот дым, как вот на этом эффекте. Ну, что-нибудь такое интересное. Анимацию огня и прочее. А сейчас вы можете подписаться на канал и поставить лайк. Мне будет очень приятно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok